Подремонтировать старое здание, а потом выдать его за новое. В Оливковском районе начался судебный процесс, который обещает стать громким. Пострадавших 18 человек, они живут в аварийных домах. По профильной программе им предложили переезд. Правда, не как положено в новый дом, а в здание 80-х годов. Строители и чиновники уверены, жить в этом доме можно. О том, как людей готовы были переселить из ветхого дома в не менее аварийное здание, расскажет уже Олег Дмитриев, ведущий рубрики «Вести следствия». Здравствуй, Надежда. Согласно проведенной по делу экспертизе, конструкция дома изношена на три четверти. Это означает, что в любой момент может разрушиться фундамент, обвалится стена или потолок. Вот наш дом. Одно прекрасное время ухнет стена. Всё. Борис Игнатьев показывает свой старый дом. Здесь его семья не живёт уже несколько лет. Это опасно. Супруги ютятся у родственников. Другие сельчане, которым некуда идти, всё ещё остаются в аварийном доме на свой страх и риск. А вот так выглядит разрушающаяся стена здания изнутри. Дон без удобств, воды нет, печное отопление. Из всех благ цивилизации только электричество. Да и оно уже стало опасным. От мокроты вода. Здесь пробахнул. Мокрую воду так потронешь, если свет ключом, током ударит. Всех жильцов ветхого дома должны были переселить в это здание. Смотрится оно неплохо, но только снаружи, говорят следователи. Стоит взглянуть на соседний дом. Так псевдо-новостройка выглядела до ремонта. Эти здания близнецы и построены они в одно время. Восемьдесят лет бабушку тоже обновили, хорошо это одевают и всё. Вот так вот одели, а фундамент старый. Тепла не было, воды не было. Вроде и у них подвал не хороший. Самое интересное, что этот дом несколько лет назад признали ветхим, а значит его нужно было сносить, а жильцов расселять. Но не случилось. Пенсионерку Марию Кашкирову из старого дома выписали, а новое жильё не дали. Я жду уже третий год, бомбу жую. То в одни, то в других, летом там сам сарай. Так живу? Нормально? Это здание у поселения выкупила строительная фирма. А спустя месяц уже по другому контракту подрядчик обязался продать поселению 18 готовых квартир. И строители затеяли ремонт. Денежные средства были выделены на приобретение готовых жилых помещений, построенных не раньше 2009 года, либо для строительства нового жилого дома. Однако подрядная организация ООО «Строй монтаж» данное требование не выполнила и фактически производила ремонтные работы. 18 декабря 2010 года между ООО «Строй монтаж» в лице Месаутова и главой Шамшуазского сельского поселения с районами Филимоновым был заключен муниципальный контракт. Буквально через 9 дней после этого Месаутовым, Ганевым, бывшим заместителем его, Филимоновым вставляется акт о якобы выполненных ООО «Строй монтаж» работах значительных. И ООО «Строй монтаж» были перечислены денежные средства в сумме 13 миллионов 600 тысяч рублей. То есть, если верить документам, на ремонт хватило 9 дней. Аварийный дом обшили сайдингом, покрыли кровлю профнастилом, поклеили обои. Но безопаснее здание не стало, считают следователи. Была проведена техническая экспертиза, которая установила, что данный дом непригоден для проживания. Фактически износ данного дома составляет 75%. То есть, этот износ фактически уже подразумевает, что данный дом представляет угрозу для жизни и проживания там граждан. Директор строительной компании и его бывший заместитель сейчас на скамье подсудимых. Там же и глава поселения. Строители уверяют, дом безопасен. Это следствие работает предвзято. По словам Аркадия Месаутова, на ремонт потрачено больше 14 миллионов рублей. Тогда как следователи говорят о сумме в два раза меньшей. Сами бы вы рискнули жить в этом доме? Безусловно. В материалах дела на сегодняшний день нет ни одного документа, который бы следствовал об аварийности дома. Напротив, в материалах дела имеются все необходимые строительные экспертизы, подтверждающие способность строительной конструкции нести этот дом. В деле находятся материалы санитарных экспертиз, подтверждающих пригодность этих помещений. Обвиняемый глава поселения уверяет, его вины случившимся нет. Все решения – это указания сверху. Говорит, что по факту за бюджетные деньги не отвечал и не знал, что дом, согласно условиям программы по переселению, должен быть новым. Они социалисты в районе. Мы не будем говорить нормальным путем. Мы заставили заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт. Мешался это дело, тогда еще мешался Четнаев, бывший глава администрации Алекса района. Потом его заместитель Куликов Александр Николаевич, сейчас в будущем. Естественно, путем надавления. Есть мне документы. Придумали эту самую схему от него наденок. Четнаев, Куликов, Терентьев. Согласно 131-го закону, глава сельского поселения мне не подчиняется. Никакого указания не было. Причем здесь указания от его жилфон, жилфон сельского поселения. Кто на самом деле виноват, будет разбираться суд. Кстати, муниципальный контракт на 18 квартир расторгнут. Чтобы вернуть ущерб, а это больше 13 миллионов рублей, арестованы автомобили всех обвиняемых и земля, на которой стоит дом директора строительной фирмы. Ольга Петрова, Надежда Давыдова, Илья Максимов, Михаил Сулин, Вадим Владимиров. Вести следствия. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики возбудил еще три уголовных дела на бывшего градоначальника Шумерли Алексея Зименкова. К мошенничеству и злоупотреблению добавились новые эпизоды по статье «Превышение должностных полномочий». С разрастающимися томами уголовного дела познакомился Илья Максимов. Бассейны вместо спортзала, плесень и ржавчина на стенах подвала Шумерлинской налоговой инспекции. Вода здесь стоит круглый год, говорят сотрудники. На новом фасаде уже через некоторое время появились трещины. Зименков прекрасно знал, что здание построили с отклонениями от утвержденного госэкспертизой проекта, говорят следователи. До того, как стать главой администрации Шумерли, обвиняемый был начальником этой инспекции, но все равно подписал разрешение на ввод в эксплуатацию. В ходе следствия прослеживается его заинтересованность при вводе здания в эксплуатацию в том, что он действовал в интересах своего бывшего начальника, руководителя управления Федеральной налоговой службы Почувашской республики. При оперативном взаимодействии с управлением ФСБ и МВД Почувашии, следователи также установили, что Алексей Зименков сдал горожанам в аренду сроком на 5 лет 11 земельных участков в зоне, предназначенной для массового отдыха. Чтобы что-то там построить, либо как-то ее предоставить кому-то, нужно провести публичные слушания, выслушать мнения граждан, вынести данные, это вопрос на рассмотрение собрания депутатов. Всего этого сделано не было, и в результате в настоящее время на территории данных земельных участков построено незаконно 11 жилых домов. В деле есть и другой эпизод, связанный с землей. Бывший сети-менеджер за два года продал 13 городских участков общей площади около 14 тысяч квадратных метров. Оценку земли и соответствующий аукцион, как того требует закон, Зименков не проводил, считают следователи. Общий ущерб составил более 8 миллионов рублей. Расследование уголовного дела началось с предъявления градоначальнику обвинения в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, Алексей Зименков заключил незаконную сделку с Чувашской энергосбытовой компанией. Согласно договору, если бы администрация Шумерли не погасила перед энергетиками долг в размере 10 миллионов рублей, подстанции, питающие значительную часть Шумерли, перешли бы в собственность ЧЕСК. В телефонном разговоре с нами Алексей Зименков не захотел дать какие-либо комментарии. Сотрудничая со следствием, он также отказывается. Илья Максимов, Надежда Давыдова, Вадим Владимиров и Михаил Солин. Вести. Чувашия. На крупные взятки попался директор канарского филиала Чувашского госуниверситета, по совместительству еще и депутат местного горсобрания Борис Волков. По версии следствия, директор канарского филиала Чувашского государственного университета получил взятку в виде 150 тысяч рублей от студентов, заочников трех выпускных курсов данного филиала за успешную сдачу экзаменов и оказание помощи при защите дипломных работ. Рассняты следователи в момент обыска в кабинете Бориса Волкова. Оперативники нанесли визит директору филиала ЧГУ в день получения дипломов теми самыми студентами-заочниками. Кроме заветных корочек, сыщики нашли несколько сберегательных книжек, на которых было около миллиона рублей. Сейчас следователи проверяют их происхождение, считая арестованы. Борис Волков вину в получении взятки не признал и отдачи показаний отказался. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело на студентку-заочницу. Ее подозревают в посредничестве. А дипломы, изъятые оперативниками, молодые люди, скорее всего, получат только после завершения расследования. Банальная семейная ссора в Шамурше завершила с убийством двух человек. Это кадры следственных действий на месте происшествия 44-летний охотник, застреливший из ружья родного брата-инвалида и его гражданскую жену, хоть и не полностью признал свою вину, но все же рассказал следователям, как все было. Своё поведение, ссору обвиняемый объясняет тем, что сожительница брата не ухаживала за братом, не заботилась о брате, который являлся инвалидом второй группы, а лишь злоупотреблялась спиртными напитками, пропивая пенсию своего брата. Во время очередной ссоры с братом обвиняемый настолько вспылил, что сбегал к себе домой за ружьем и вернулся обратно. Первой жертвой стала женщина, обвиняемый сначала выстрелил в нее, а вот убивать брата, как он сам говорит, не хотел. В это время брат встает, хочет заступиться за свою сожительницу и производит не менее одного выстрела в область живота своего брата. Полицейские задержали мужчину на улице, когда он вез в тележке тела убитых. Судебно-психиатрическая экспертиза признала 44-летнего охотника. Вменяемым теперь ему может грозить даже пожизненное заключение. И в завершение информация, на которую я прошу обратить особое внимание. Следственный комитет России по Приволжскому федеральному округу по-прежнему разыскивает особо опасного преступника. Неизвестного мужчину подозревают в убийстве 30 пожилых женщин. На кадрах, которые вы видите, предположительно этот маньяк. Он выбирает одиноких пенсионерок в возрасте 75-90 лет. Квартиру к ним попадает, представляет сотрудником коммунальных или социальных служб, а затем душит женщин. Орудует он сразу в двух округах, Приволжском и Уральском. Его жертвами стали две пенсионерки из Чебоксар. Женщин нашли задушенными в квартирах в начале апреля прошлого года. Если вы узнали предполагаемого серийного убийцу или располагаете какой-либо информацией, просим позвонить по указанным телефонам. За сведения, которые помогут установить личность подозреваемого, назначено вознаграждение 1 миллион рублей.